Ну что ж, я закончил, наконец, вступительную часть и готов приступить... О, спасибо, вот спасибо, когда у нас есть люди, которые подтверждают мои слова, мне особенно приятно. И я готов приступить к нашему сегодняшнему вебинару. У нас сегодня традиционный, как говорится, продуктовый вебинар, который описывает нашу основную систему. Основной продукт компании Директ Медиа, ЭБС, университетская библиотека онлайн. Называется наш сегодняшний вебинар ЭБС для преподавателей и студента, интерфейс и возможности чтения и работы. Обращаю ваше внимание, что наша типовая презентация претерпела достаточно большие изменения и дополнения, на мой взгляд, к лучшему. У нас появилось большое количество текстовых пояснений к этой презентации, поэтому я советую вам эту презентацию скачать. И в отличие от, может быть, тех презентаций, которые были, которые требовали обязательно сопровождения голосом, эта презентация может рассматриваться как самостоятельный документ, поэтому ее можете передавать своим коллегам без зазрения совести, они должны это все понять. Но мы движемся вперед. Как я уже сказал, университетская библиотека онлайн – это флагманский продукт компании Директ Медиа. Вот тут некоторые цифры приведены, я не буду их повторять, они такие достаточно интересные и большие. Ну вот самая главная цифра – то, что уже более 170 тысяч изданий агрегируются в наши ЭБС. Ну и далее смотрите, тоже там сколько вузов-подписчиков, не буду на этом подробно останавливаться. Итак, наша главная страница. Вот она. Вот такие пояснения я сделал к нашей главной странице. Под первым номером у нас идут меню проектов Директ Медиа. Обращаю ваше внимание, что это не меню ЭБС, это меню перехода между разными проектами компании Директ Медиа, среди которых ЭБС только одна, хотя и главная. Второе – это переключатели языка интерфейса и контрастной схемы. Здесь можно включить английский язык или контрастную схему для плохо видящих. Третье – это поле поиска, где можно сразу же начать искать нужные издания. Четвертое – это вход в личный кабинет, где вам доступны те функции, которые уникальны конкретно для вас. Пятое – вот здесь под пятым пунктом как раз идет главное меню ЭБС, где можно найти весь функционал нашей библиотеки. Ну и, наконец, под шестым пунктом идет настройка каталога. Если вы пользуетесь каталогом и он выпадает вниз от этого меню, то далее настроить его внешний вид и некоторые его параметры можно при помощи вот этого дополнительного поля. Ниже идет меню основных сервисов, графическое меню для быстрого доступа к основным сервисам ЭБС и проектам Директ Медиа. Как правило, это меню дублирует то, что можно найти в основном меню, но в виде графических плашек. Ну и давайте пойдем уже по основному функционалу. Прежде чем начать читать, разумеется, основной функционал каждой ЭБС – это чтение. То есть мы что-то предпринимаем, чтобы потом читать. ЭБС, электронная библиотечная система, служит для того, чтобы обеспечить чтение нужной литературы для сотрудников вузов и студентов. Вот, но прежде чем читать, надо найти, что читать, да? Иногда вы точно знаете название книги или издания, а иногда вам надо его поискать, да? И для поиска служат два инструмента. Это либо подбор изданий через каталог, привычное для традиционных библиотек действия, либо поиск уже тоже традиционный, поиск, который больше соответствует современному видению информационных систем, когда строка поиска располагается наверху и больше ничего нет. Вот, поговорим сначала о поиске. Поиск располагается на самом верху нашей главной страницы. Основная цель системы поиска – релевантная выдача с первой попытки. Мы как можем пытаемся реализовать эту главную задачу. Система поиска ВБС нацелена на то, чтобы эффективнее искать книги под учебный процесс. То есть, другими словами, вот эта вот задача релевантности, она чуть-чуть перекошена в сторону учебного процесса. То есть, книги для учебного процесса, учебники, учебные пособия найти несколько проще, чем остальные книги. Ну, немножко, да, не то чтобы совсем, вот, ну, просто потому, что целевая функция ВБС – это прежде всего искать литературу для обучения. Также ЭБС, система поиска ВБС снабжена системой фильтров, позволяющих фильтровать контент по уровням образования, типам издания, ББК, ОГС и так далее. Вот так вот выглядит система фильтрации нашей. Фильтры могут друг с другом комплексироваться. То есть, вот вы можете найти, например, дисциплину, как здесь вот названо, математика и механика. Тип издания можете указать только учебное или только научное, или только там какое-то другое. Уровень образования можете найти, выбрать из фильтров магистратура, бакалавриат, аспирантура или еще чего-то. Вот, можете выбрать явным образом издательство, точнее не выбрать, а в строке, как бы в вспомогательной строке поиска его указать. Вот, ну и год издания, начиная с которой вы хотели бы получить поисковую выдачу. Дополнительная возможность после того, как вы отфильтровали, если у вас все-таки достаточно много получилось, вот здесь в примере, например, 83 документа, вы можете дополнительно фильтровать по автору, издателю, дате, дисциплине и жанру. То есть, это дополнительная фильтрация в найденном. Ну и вот на уровне бета у нас сейчас находится такая функция, как тематический поиск с помощью искусственного интеллекта, с помощью нейросетей. Этот вид поиска позволяет находить нечеткие смысловые соответствия между поисковым запросом и текстами. Вот, я сейчас не буду подробно об этом рассказывать, потому что 31 января у нас готовится специальный вебинар, который проведет Павел Кухаренко. Ссылка на него на этом слайде. Если вы скачаете презентацию, вы этой ссылкой сможете воспользоваться. Называется он... А, собственно, вы знаете, давайте я вам эту ссылку все-таки явным образом дам, потому что, наверное, это важно. Минутку. Минутку. Вот эта ссылка. Так что, кому интересно, пожалуйста, запишитесь на этот вебинар сразу вот сейчас. Вот. Так и будет называться вебинар «Тематический поиск на основе нейросети». Проведет наш руководитель отдела разработки, и можно будет получить информацию от первого лица. Ну, буквально от первого лица. Вот. И, соответственно, задать вопросы, на которые даже я, наверное, ответить пока не смогу, потому что это совершенно новая функция. Вот. Надеюсь, она наш поиск сильно улучшит. Так, это я откатился назад, нам надо вперед. Теперь каталог. Второй способ подбора литературы – это каталог. Вот. Каталог у нас трех типов. Это каталог ББК. Вот здесь есть описание этих рубрикаторов в каталоге. Я не буду воспроизводить этот, это, эти тексты у меня почерпнуты из презентации нашего генерального директора, так они и остаются в моей презентации. Он объяснил, Константин Николаевич Костюк объяснил, как можно комплексировать разные способы, разные виды рубрикаторов в каталоге для наиболее полного богатого поиска. Ну, смысл в том, что здесь разделен поиск учебных материалов и другого рода материалов, научных, для исследовательских целей и так далее. Вот. Поиск неправных книг. Все это несколько разделено. Ну, и, соответственно, если вам надо искать только учебные книги, вы пользуетесь рубрикатором УГС для высшего образования или среднего специального образования, и тогда вам высвечиваются только те книги, которые обеспечивают учебный процесс, которые составляют меньшую часть ИБС, меньшую, но главную часть ИБС. Вот. И вам проще просто в этом разнообразии искать то, что вам надо. Впрочем, еще раз хотел отметить, что каталог – это альтернативный способ поиска, да, то есть есть поиск, а есть каталог. Можете воспользоваться либо одним, либо другим. Ну, вот здесь показан переход к рубрикаторам. Слева вы видите в основном меню, основной пункт меню каталог, и в нем на выпадающем меню четыре разных рубрикатора. Рубрикатор ББК, УГС высшего образования, УГС среднего образования и раздела. Рубрикатор УГС – вот здесь показан пример. И я хотел бы отметить, что тут универсальная система фильтрации, точно такая же, как в поиске. Впрочем, эту систему фильтрации вы можете увидеть много где. То есть везде, где надо из какого-то серьезного большого списка отобрать что-то по каким-то критериям. Как правило, вот именно эта система фильтров у нас и применяется, вот, и она унифицирована. Унифицирована – это всегда приятно, когда работаешь с уже освоенным интерфейсом, а не переходишь каждый раз к каким-то разным настройкам. Здесь я хотел бы обратить внимание на кнопку, которая тоже является универсальной, которая кочует от одной страницы к другой. На многих страницах встречается эта кнопка, которая называется «Выберите действие». Это контекстная кнопка, которая позволяет выбрать некоторое действие для того издания или того списка, который появляется в результате работы основного интерфейса. Вот в данном случае у нас в результате работы рубрикатора каталога появляется какой-то список, и с этим списком можно что-то сделать. Например, скачать список книг в формате Excel, в формате CSV и в двух описательных форматах – русмарк и марк 21, возможно, для использования их в АБИС. Вы сейчас увидите, что в других случаях под этой кнопкой появляются некоторые другие действия, соответствующие тому, что происходит на других страницах. Страница предпросмотра. Ну вот мы воспользовались поиском или воспользовались каталогами нашими, зашли достаточно глубоко в рубрикатор, наложили фильтры какие-то. В любом случае у нас на выходе страница, которая является списком литературы. Казалось бы, из этого списка там краткие названия, обложки, вот, и почти больше ничего. Можно было бы переходить сразу к чтению. Но нет, есть еще страница предпросмотра. И сейчас я постараюсь вас убедить в том, что это очень важный промежуточный этап, который реально нужен. Да, вот так вот выглядит список изданий. И при попытке нажатия на название или на обложку вы попадаете на страницу предпросмотра. Страница предпросмотра может выглядеть примерно вот так. Здесь вы видите большое количество кликабельных ссылок, которые помечены голубым цветом. Это автор, дисциплина, жанр и издательство. Две кнопки, уже знакомая нам кнопка «Выберите действие» и «Читать онлайн». Кнопка «Читать онлайн» она как раз и должна вести на читалку, где вы можете сразу же продолжить уже чтение данной книги. И снизу еще некоторая информация, состоящая из трех вкладок и содержимого этих вкладок. Иногда здесь четыре вкладки, я об этом поговорю, еще добавляются тесты иногда. Давайте рассмотрим подробнее некоторые аспекты этой страницы. Вот один из важных аспектов, важная возможность – это вкладка, которая называется «Библиографическое описание», которая появляется по умолчанию, включенная вкладка. Это «Библиографическое описание» данного издания, которое описано на этой странице предпросмотра. Да-да-да, абсолютно верно. Вот. И его можно сразу забрать к себе, то есть копипейстом забрать к себе и вставить, например, в список литературы свой. Если студент готовит эссе, реферат, какую-то, может быть, уже студенческую научную работу и так далее. Особенно это важно потому, что студенты, молодые ученые, пока не очень хорошо умеют что-то делать в области библиографии. Да, вот я им советую посетить курс Татьяны Телегиной «Библиография для небиблиографов». Ну, пока они это не сделали, да, могут просто копипейстом брать вот это вот библиографическое описание и вставлять его туда, куда им будет удобно. Вот. Значит, список литературы. Если в самой книжке есть собственный список литературы, он также представлен в виде вот такого вот списочка, из которого можно копипейстом брать все, что вам необходимо и тоже вставлять в свои собственные документы, что тоже достаточно удобно. Вот. Ну, аргументация примерно та же, что и для библиографических описаний. Кнопка «Выберите действие». Она контекстная и она вообще всегда контекстная, она всегда зависит от вашей роли в ЭБС. В ВУЗе может быть четыре роли, вообще их больше, да, но внутри ВУЗа их четыре. Это корневой пользователь или библиотекарь, преподаватель, абонент компании или абонент ВУЗа. Ну, это нечто вроде преподавателя, но тот человек, который, ну, как правило, из административного аппарата, который не ведет учебную работу. Вот. И самая низшая, но с другой стороны, самая важная для нас роль – это студент. Так вот, содержание кнопки «Выберите действие» зависит от роли. И тут количество возможностей тоже будет зависеть от роли. Вот. Вот здесь есть возможность добавить эту книгу в книгообеспеченность, на книжную полку, в песочницу, и получить ее описание в одной из систем для АБИС. Русмарк, Марк 21 и текстовый для Ирбиса. Вот. Для студента там меньше возможностей. Ну, тем не менее, возможности есть. И некоторые из этих возможностей я опишу. Например, мы подробнее поговорим про книжную полку. Итак, мы перешли к этапу чтения. И здесь мы можем перейти к читалке. Для этого мы должны нажать на большую кнопку «Читать онлайн» на странице предпросмотра. Попадаем вот в такую, пока вот в такую читалку. Скоро ее внешний вид будет немножко другой. Я об этом чуть позже проговорю. И здесь мы видим несколько областей, каждая со своим интерфейсиком. Кнопочки небольшие, да? Первая область для масштабирования. Больше-меньше. Разверстать во весь экран. Разверстать по ширине. Вторая область – это листание страниц. Плюс-минус на конкретную страницу. Начало-конец. Третья область – самая интересная. Это копирование фрагмента или кода вставки для публикации. Ой, отрывка. Да, отрывка правильно написано. Для публикации отрывка. Здесь вы можете до 10% вашего издания, которое вы читаете, либо напечатать, либо сохранить в виде PDF. А также вот такая вот кнопка в виде косой черты, заключенные в символы больше-меньше. Здесь вы можете взять до трех страниц текста в виде кода вставки. И этот код вставки уже вставить вообще куда угодно, опубликовать в любом открытом месте. Например, у вас в блоге, в вашем онлайн-курсе, на сайте университета или еще где-то. Почему это можно? Почему это не нарушает авторские права? Потому что вставляется не, собственно, этот кусок, а вставляется наша читалка, внутри которого эти три страницы воспроизводятся. Вот, то есть, а раз вставляется наша читалка, значит, работает счетчик, который позволяет оплачивать услуги авторам этого произведения. Под номером 4 это полнотекстовый поиск по книжке. Ну и пятый это закладки, отзывы и так далее. Скоро у нас появится новая читалка. В принципе, она у нас уже есть, но мы еще не такое большое количество книг перевели под этот формат, чтобы ее запускать. Что нового в новой читалке? Векторные шрифты и выбор удобного размера шрифта. То есть, теперь вы можете выбрать... Теперь шрифты у вас векторные, а не просто скан листа PDF так, как он был в бумажном виде или мог бы быть в бумажном виде. Эти шрифты можно менять, как в Word, то есть, ну, размер, по крайней мере, их менять. Большой, очень большой, маленький, средний и так далее. Вот. Верстка становится резиновой, как в браузере. То есть, если у вас узкий экран, вы на нем увидите одну верстку, если у вас широкий экран, вы увидите другую верстку. Вот. Но если у вас совсем широченный экран, вы все равно не увидите верстку шире, чем... Нет, хотя я, наверное, ошибаюсь. Увидите, да. Хотел сказать, шире, чем в PDF. В любой момент вы можете вернуться к той верстке, которая была в PDF, то есть, к исходному виду. Дальше появляется универсальность. Точно такую же читалку без модификаций каких-либо можно использовать прямо на смартфоне. Соответственно, на смартфоне тоже будет все видно. Ну и поиск осуществляется теперь прямо на странице, потому что прежний поиск был по текстовому слою, а текстовый слой сам по себе, он был неверстанный, и в нем было, в общем, не очень удобно ориентироваться. Вот. А теперь будет вот так. Ну вот некоторые примеры. Выбор разного размера шрифта. Видите, мелко, стандарт, большой и огромный. Ну и вот тут видно, как резиновая верстка для очень узкого экрана работает. Обычный текст, он становится резиновым, то есть он переверстывается, а элементы сложной верстки, они остаются как есть. Например, чтобы посмотреть таблицу, надо будет перемотать эту область так, чтобы посмотреть и то, что справа тоже. Кроме вот этого основного, основных возможностей, у нас есть также дополнительные сервисы. Один из главных элементов – это обновление контента, которое теперь доступно всем пользователям. Раньше оно было доступно только корневому пользователю. Теперь все могут посмотреть обновление контента в основном меню. Да, раньше это было в личном кабинете корневого пользователя, а теперь это стандартный интерфейс в ЭБС. Вот, обновление контента позволяет вам посмотреть, какой контент пришел в библиотеку за любой промежуток времени, который вы наберете. Работает вот так. Если вы видите, наверху основное меню – это обновление контента с какой-то даты и по какую-то дату, которую вы сами здесь напишите. Снизу вы видите ту же самую систему фильтров, которая у нас работала в поиске и которую мы рассматривали в каталоге. Дальше нажимаете на кнопку «Применить фильтры» и получаете выборку, ту, которая вам надо. Почему это надо? Почему это важно? Ну, в месяц у нас порой приходит до полутора тысяч новых изданий, и в этом трудно. Если вы несколько месяцев, например, не были в университетской библиотеке и пытаетесь это посмотреть, у вас будут сотни изданий. Вам понадобятся фильтры для того, чтобы посмотреть только то, что вам надо. Планируется ли расширение тематики экспресс-подготовки к экзаменам? Например, в 2014-2015 годах перечень дисциплин и вариантов текстов был значительно шире. Я вот это не могу сейчас сказать, уточню. Насчет значительно шире, вот, честно говоря, не знаю, по какой причине он мог сузиться. Вот, может быть, просто что-то устарело, а новое не пришло на эту... Да, я знаю, что он очень нравится студентам. Надо... Я по этому поводу поговорю с нашими разработчиками и с руководством. Они в курсе, что это пользуется успехом, но, по-моему, там некая проблема в том, что... Нет, не могу вам точно сказать. Я знаю, что этот популярный сервис... Вот, ну, попробуем работать в этом направлении. Так, да, ну и вы видите, что здесь тоже есть... На этой странице есть кнопка «Выберите действия». И эти списки тоже можно скачать туда, куда вам надо. Ну, прежде всего, в Excel, конечно. Книжная полка. С одной стороны, достаточно естественный, если не сказать банальный сервис, а с другой стороны, очень важный, особенно если его использовать по-умному. Книжная полка – это, если просто, то это книжки, отложенные для дальнейшего чтения. Разумеется, между... Видом и деятельностью по отбору литературы и чтению должна лежать какая-то промежуточная логическая фаза. Вы не можете сразу выбрать книжку... Единовременно вы читаете одну книгу. Но в поиске вам может выскочить несколько сотен книг или, в лучшем случае, несколько десятков. И понравится из них вам может быть 5, 6, 10 и так далее. И вы захотите читать все из них, возможно, не по главе как-то, да, но тем не менее. И что вам делать? Вам каждый раз повторять поиск или выписывать их на бумажку? Нет. Есть инструмент, который называется книжной полкой. Книжная полка... Ну, их в некотором смысле несколько. То есть, книжная полка – это поименованный список литературы. И таких списков может быть несколько. Вот. С этими списками можно производить некоторые действия, о которых я сейчас скажу. Вот. И самое главное – эти списки можно, если они уже как бы выверены, и туда помещено только то, что надо, этими списками преподаватель или библиотекарь может делиться со своими студентами или друг с другом. Вот как это выглядит внутри книжной полки. Здесь список книжных полок, который как-то называется. В каждом из них есть определенные книги. Эти книжные полки можно сортировать, можно дублировать с тем, чтобы в какой-то список что-то внести и из какого-то удалить. То есть, чтобы были похожие списки, но содержащие немножко разную литературу. Как создаются книжные полки? Книжную полку можно создать как в разделе книжные полки, так и по ходу дела, когда вы отмечаете некоторое количество изданий и после этого нажимаете на кнопку «Книжная полка», создать книжную полку, и далее вы вводите название этой книжной полки и наполняете ее тем содержимым, которое, собственно, в этом списке и было. Так же вы можете не создавать книжную полку, а выделенные книжки помещать в уже существующие книжные полки, ну и так далее. Переход книжной полки происходит вот так. Так, сервисы книжная полка. Книжные полки можно создавать, удалять, дублировать, редактировать, фильтровать. И жирным я выделил важные моменты. Копировать ссылку для совместного использования. То есть вы можете просто взять ссылку из браузера и эту ссылку послать всем своим студентам. И студенты увидят вашу книжную полку. Соответственно, в ней та литература, которую по вашей дисциплине вы специально подобрали для ваших студентов. Им уже не надо заниматься поиском, подбором в каталогах. Найдут ли там они, не найдут ли, непонятно. Так, корневой пользователь. Да, вот очень важный момент. Корневой пользователь может создать глобальные книжные полки, доступные всем. То есть библиотекарь, обладающий правами корневого пользователя, может создать глобальную книжную полку. И в этом случае эта книжная полка будет доступна всем в вашем ВУЗе. То есть если в библиотеке было задание, например, сформировать набор учебной литературы для первого семестра, первого курса, то библиотекари это сделали и расшарили эту книжную полку для всех. И все ее видят, и ничего дополнительно делать не надо. Надо просто зайти по адресу книжной полки и даже не по адресу, а просто зайти вот здесь в книжные полки. Вот здесь вот книжная полка. И несмотря на то, что вы еще никакую книжную полку не создавали, там уже будет книжная полка, созданная корневым пользователем. Да, Ольга, я вижу вас, прошу ответ на почту отправить. А я в свою очередь прошу вас напомнить мне об этой... Я вам сейчас напишу свой мейл. Я точно не забыл. Ну, про книжные полки в целом все. У нас кроме традиционной литературы есть еще контент мультимедийный и интерактивный. Что касается мультимедийного контента, в него входят аудиокниги. Несколько тысяч, достаточно большое собрание аудиокниг, включая аудиоучебники. Ну, разумеется, речь не идет об учебниках по техническим дисциплинам, где много сложной верстки и формул. Речь идет об учебниках по гуманитарным дисциплинам, которые вполне можно представить в виде аудиокниги. Вот. Также видео. Видеоисточники, цифровые карты, экспресс-подготовка к экзаменам, про которые у нас уже спрашивали. И интерактивные тесты. Значит, ну, про аудио. Давайте сначала про видео. В EBS представлено более двух тысяч учебных видеоматериалов. Это как материалы, которые непосредственно загружены в наш EBS. Это отдельные видеолекции и так далее. У меня есть, но вряд ли будет лучше. Результат. Спасибо, что заметили. Как материалы, которые уже погружены в наш EBS, как, собственно, книги и так далее, так и внешние материалы, свободные к применению. Например, учебные материалы из YouTube. Начиная от кратких физических и химических опытов, длина роликов может составлять менее минуты, до достаточно больших видеолекций размером в несколько часов. Аудиокниги, как я уже говорил, аудиокниги и аудиоучебники. Их несколько тысяч. Вот. Плеер... Плеер точно так же, как и плеер видео, встроен в EBS. Вы сможете это все прослушать прямо внутри EBS. Интерактивные тесты. Достаточно интересный момент, который затрагивает... Может затрагивать интересы преподавателей. К учебному изданию можно сделать тест. Это не тест по дисциплине, обращаю ваше внимание. Это тест к изданию, который отражает структуру этого издания, главы, разделы и так далее. Тесты могут быть созданы как самим автором, так и преподавателем этой дисциплины другим. Тесты становятся доступны в виде четвертого... четвертой вкладки на странице предпросмотра, либо прямо в книге при ее чтении внизу в интерфейсе подвала читалки. Если вы преподаватель и хотите создавать тесты, вы можете обратиться по умолчанию. Тестовый движок вам недоступен, но по обращению в нашу техподдержку вам его откроют, и вы сможете создавать тесты к своему учебнику или учебному пособию, или к чужому. Да, вот так вот видите справа в подвале читалки появляются тесты к изданию, если тесты есть к изданию. Что касается создания тестов, создан специальный конструктор, и доступ к этому конструктору, как я уже говорил, по требованию можете написать просто либо на help.directmedia.ru, либо на каждой странице нашего сайта есть обращение в техподдержку, вкладочка такая, напишите, что я хочу создавать тесты, я такой-то, такой-то. Вам откроют такую-то возможность. Если у вас есть... Если вы преподаватель, то есть если вы в ВБС находитесь под ролью преподавателя. Тестовый движок с одной стороны достаточно прост, с другой, то есть с другой стороны он включает все базовые виды тестовых заданий. Ну, если кто-то из вас хотя бы примерно изучал тестологию, вы должны знать, что вот есть четыре. Есть большое, очень большое, несколько десятков видов тестовых заданий, но основных из них четыре. Это multiple choice, так называемый, выбрал одного или нескольких вариантов из многих вариантов. Это текстовый ответ или свободный ответ. Это тексты на сопоставление и тексты на установление последовательности. Вот все эти возможности в тестовом движке нашей ЭБС есть. Тестовый движок действительно достаточно прост. Если кто-то из вас создавал тесты в Moodle, то это небо и земля. В Moodle там, конечно, такой тестовый движок, что его самого еще надо дня два изучать. Ну, а здесь у нас все достаточно просто, и каждый преподаватель освоит это буквально сходу. Тесты могут содержать мультимедийные материалы, причем не только в области вопроса, но и в области ответов, тестовые задания. Что достаточно сильно расширяет функционал, например, на область языковых тестов, где можно аудировать какие-то моменты. Ну, и видеофрагменты по всем дисциплинам могут быть полезны, включение видеофрагментов. Единственное ограничение – размер файла мультимедийного не должен превышать 2 мегабайта. Ну, для коротких отрывков это по умолчанию соблюдается. Чего еще у нас есть? Здесь я вот перечислил просто списком то, что он не помещается в часовое изложение, но то, что иногда мы рассказываем на отдельных вебинарах наших. Это, например, ресурсный центр иностранных языков, это книги для чтения на иностранных языках, дополнительные сервисы и подборки контента, такие как издательские коллекции, тематические коллекции, раздел «Именитые ученые и писатели». Ольга, спасибо. Специально расширенный функционал преподавателя, глобальные подборки, книжные полки, возможность создавания тестов к изданиям, ну, собственно, об этом я рассказал, а также сервисы «Мои научные интересы» и «Проверь свою РПД». «Мои научные интересы» — это сервис, с которым вы можете обратиться и указать в виде набора тегов, какие направления вас интересуют, и тогда там будут собираться новинки по данной теме. вы сможете смотреть по достаточно узким темам, можете посмотреть, что там, что нового интересного для вас пришло. Например, какие научные статьи. Специально расширенный функциональ библиотекаря. Ну, этот вебинар я провожу тоже примерно раз-два раза в год, функционал библиотекаря, где располагается тот функционал, который находится в личном кабинете корневого пользователя. Это работа с контингентом, работа со структурой ВУЗа, книгообеспеченность, получение статистики, интеграция с АБИС, контроль за подпиской и ВКР-репозиторий. Ну, и у нас есть еще дополнительные возможности как бы вне самой АБИС. Прежде всего, это наша Директ-Академия, в которой вы сейчас, наверное, находитесь. Ну, и несколько дополнительных проектов, таких как Арт-Портал и Энциклопедиум. Энциклопедиум совершенно бесплатный сайт, на нем около тысячи разных энциклопедий лежит в формате PDF, правда, да. То есть мы с Википедией не можем и не хотим конкурировать, потому что это полноценная энциклопедия собственная, да. Как бы у нас просто собрание некоторых энциклопедий, которые доступны в виде PDF. Ну, и Арт-Портал, один из любимых моих проектов, который является не только собранием различных произведений искусств, примерно 65-70 тысяч, но и также содержит учебные тексты, дополнительные интерактивные возможности и так далее. Впрочем, по Арт-Порталу мы делаем отдельный проект. Вот тут я не согласен с вами по поводу критики Википедии. Википедия есть явный инструмент для улучшения. Каждый правит, но не каждая правка остается. Впрочем, товарищей из Википедии мы постоянно приглашаем. Я хотел бы это в ближайшее время тоже снова сделать. Ну, ложных, много ложных, может быть, не знаю. Те статьи, которые не вызывают особого интереса, как правило, они и не очень достоверны. Те статьи, которые очень важны, они, как правило, достоверны. Если статья там 10 раз в год используется, там могут быть и какие-то недостоверные сведения, потому что просто руки не доходят все это делать. Ну и потом, понимаете, история – это такая вещь. Вы считаете, что она искажена, а кто-то другой считает, что она не искажена. Это как у нас в России тоже. Знаете, борьба с искажениями истории. Да, ваши представления об искажениях, они через 10 лет поменяются. Будут другие. Придут другие власти и скажут, что вы искажали историю. История – политизированная вещь. Не надо очень сильно на нее... Ну, то есть, ладно, не буду об этом. Вы сами понимаете, какие времена сейчас у нас, так что не буду углубляться. Ну, хорошо. Вы считаете, что ужасна Википедия? Я всегда Википедию защищаю, считаю, что она прекрасна. Хотя бы по той причине, что ни одна энциклопедия стандартного вида больше не может существовать с набором статей в 2 миллиона статей или в 6 миллионов, как в английской версии. Просто никто не может поддерживать такую энциклопедию. Также никто не может поддерживать ту быстроту внесения изменений, которая происходит в Википедии по ходу дела. Вот, например, вчера человек умер, сегодня информация о нем уже появилась, об этой событии уже появилась в Википедии. Ну, хорошо, ладно, прекрасные времена. У нас не очень прекрасные, я так думаю. Про портал я немножко говорил, да. Вот тут такие прекрасные у нас есть вещи, как интерактивные путешествия по известным произведениям искусства. Очень люблю этот раздел нашей библиотеки, артотека, где можно посмотреть гигапиксельные изображения того, что... с комментариями того, что изображено на каком-то великом полотне. У нас примерно десяток или пятнадцать, не помню, таких вот интерактивных путешествий. Да, ну вот одно из таких интерактивных путешествий по... Да, кстати, вот те ссылки, которые здесь приведены, они рабочие. Да, вот здесь у нас... Так, есть ли здесь ссылка или нет? Не вижу. Вот здесь ссылка есть. И это говорит о том, что вы по ней можете пройти и это интерактивное путешествие посмотреть. Это интерактивное путешествие по Босху, например. Ну и последнее, что я хотел сказать. Вот ровно в час, смотрите, уложился. Это наша с вами Директ-Академия, куда я вас призываю ходить, потому что у нас много интересного. Да, много интересных вебинаров проводится, бесплатных. Много интересных курсов проводится. Мастер-классы проводятся. Ну и так далее, и так далее. Мы уже восьмой сезон вещаем. Ну и бог даст, дальше будем тоже вещать. Для вас, для тех, кто имеет отношение к образованию, мы стараемся делать интересные сообщения именно для этой категории, прежде всего для этой категории наших слушателей, то есть для, ну, в кавычках, образованцев, так называемых. Вот. Если вы хотите, можете дать нам какую-то обратную связь или выступить с предложением о проведении вебинара, мы с удовольствием вас выслушаем, возможно, дадим слово. Вот. На сей раз у меня все. Ровно 13.00. И я уложился ровно в час. Надеюсь, я... Еще раз хочу обратить внимание, что в отличие от предыдущих вариантов этой презентации, здесь достаточно много пояснений текстовых, поэтому я вам предлагаю ее скачать и распространять у себя для тех, кто имеет интерес к университетской библиотеке онлайн. Всем спасибо. От меня осталось только обычное пояснение о том, как вы можете получить сертификаты за участие в данном вебинаре. Сделать это можно вот так, по вот этой ссылке SERT DirectAcademia.ru Впрочем, эта ссылка и на главном сайте стоит прямо в меню, можете по ней перейти. Что надо сделать по этой ссылке? Через некоторое время, вы ждите, пожалуйста, минут 10, пока я сформулирую, сформирую сертификаты. После этого можете перейти по этой ссылке, набрать либо свое фамилии, имя и отчество, свои фамилии, имя и отчество, либо лучше свой мейл, под которым вы зарегистрированы в DirectAcademia. И далее... выбрать сегодняшний вебинар, появится кнопочка оплатить, переход на, раньше это называлось Яндекс, Яндекс.Деньги, теперь U-Money. Ой, нет, не U-Money. Забыл, как называется. В общем, платежная система от Яндекса, которая предлагает десятки различ... Ну, не десятки, с десяток различных вариантов оплаты, в том числе карточкой, за небольшую цену в 199 рублей вы можете приобрести сертификат. И буквально сразу, как только транзакция пройдет, дойдет до нас, вы можете снова войти по тому же самому адресу и кнопка оплатить превратится в кнопку скачать. Вот и все, что нужно для того, чтобы приобрести сертификат. Большое спасибо всем, кто был. Большое спасибо всем, кто задавал вопросы, кто делал реплики. Даже если это реплики были не согласны с моим мнением. Спасибо вам тоже. Спасибо за споры со мной. Будем с вами встречаться. До новых встреч в Директ-Академии. Продолжение следует...